И с новым мгновением. На дожде мы продолжаем. Напомню, я читаю сейчас эссе под названием «Люди будущего». Это о нас с вами. Это заметки о России, о путешествии по России. Замечательного британского юмориста, писателя-юмориста Джерома К. Джерома, автора знаменитого романа «Трое в лодке, не считая собаки». И в этом его произведении «Люди будущего» все, как мы любим. Британский журналист пишет о коррупции в России и о предстоящей революции. Пишет в 1899 году, 113 лет назад. Итак, я продолжу с вашего позволения. Русский мужик, поднявшись, окажется более ужасным, более безжалостным, чем люди 1790 года, имеется в виду французская революция. Он менее культурен и более дик. Во время своей работы эти русские невольники поют унылую грустную песню. Они поют ее хором, на набережных, обремененные грузом, на фабриках, в бесконечных степях, пожиная хлеб, который, может быть, им и не придется есть. В этой песне поется о полной довольства жизни их господ, о пиршествах и развлечениях, о смехе детей и о поцелуях влюбленных. Но припев после каждой страфы один и тот же. И если вы попросите первого попавшегося русского перевести вам этот припев, то он пожмет плечами. Да это просто значит, скажет он, что их время так же наступит когда-нибудь. Эта песня трогательный и неотвязчивый мотив. Ее поют в гостинах Москвы и Петербурга. Во время ее пения болтовня и смех исчезают, и через закрытую дверь вползает молчание, словно холодное дуновение. Эта песня напоминает жалобный вой ветра. В один прекрасный день она пронесется над страной, как первовестник террора. Один мой знакомый шотландец, мне с ним пришлось встречаться в России, рассказал мне следующую любопытную и очень характерную историю. Приехав в Петербург в качестве управляющего одной большой фабрики, во главе которой стояли шотландские предприниматели, он во время первого же недельного расчета рабочих допустил без малейшего желания со своей стороны ошибку. Благодаря недостаточно еще хорошему знакомству с русскими деньгами, он обсчитал каждого рабочего на рубль. Однако ему удалось открыть и исправить свой промах только в следующую субботу. И знаете, что произошло? Рабочие отнеслись к его объяснениям с полным спокойствием и без каких бы то ни было возражений. Это его удивило. Он спросил, подождите, но вам же было известно, что я не додал вам. Я не додал вам рубль. Каждому из вас. Он обратился к одному из них. Почему вы не сказали мне об этом? В чем проблема? О, ответил тот рабочий. Мы думали, что вы положили эти деньги в свой карман. А пожаловаться же значило бы лишиться заработка. Так как всякий, конечно, бы поверил больше вам, чем нам. Взяточничество, пишет Джером Джером, вообще очень распространено по всей России. Все общественные градации, которые смотрят на это, как на установленный порядок вещей. Один мой приятель подарил мне маленькую собачонку. Собачка эта была довольно ценным экземпляром, и я решил захватить ее с собою. Между тем, как всем известно, на русских железных дорогах брать собак в пассажирские вагоны строго воспрещается. Совокупность наказаний за подобное ослушание устрашала меня. В пустяке обойдется, успокоил меня мой приятель. Не забудь только захватить с собой несколько лишних целковых. Я смазал начальника станции и кондуктора, и довольно собой пустился в путь. Но я не предугадал того, что готовилось для меня в недалеком будущем. Известие о том, что ездит какой-то англичанин с собакой в корзине и рублями в кармане, должно быть, было протелеграфировано по всей линии. Почти при каждой остановке в вагон входил важный представитель административной власти в полной амуниции. При виде первого из этих господ с фельдмаршальской осанкой у меня зарекало сердце. Сибирские виды замелькали передо мною, дрожа с большой осторожностью, я предложил ему золотую монету. Он так горячо пожал мне руку, что я даже думал, что он хочет поцеловать меня. Ну, впрочем, я вполне убежден, что оно бы так и случилось, если бы я поставил ему свою щеку. Зато следующий показался мне уже менее страшным. Насколько возможно, я догадался, что он за пару полученных от меня целковых расточал по моему адресу самые сердечные пожелания, после чего, поручив меня заботам проведения, ретировался. Вплоть до самой германской границы я раздавал направо и налево этим субъектам с фельдмаршальской осанкой по известному количеству русских денег, равному по стоимости шести английским пенсам. Причем их прояснившиеся лица и горячие пожелания были вполне достойной наградой мне за потраченные деньги. Вот что интересно, к человеку, в кармане которого не позвякивают несколько свободных рублей, российская администрация не так благосклонна. При помощи затраты еще некоторой суммы я избавился от таможенных хлопот с моей собакой и спокойно мог осмотреться. Так вот, с полдюжины чиновников травили какую-то несчастную личность. А она, огрызаясь, давала им отрывистые ответы. Все это напоминало сцену дразнения полуголодного ублюдка школьниками. Один из спутников, с которым я познакомился в дороге, объяснил мне, что в паспорте этой личности нашлось какое-то пустяшное упущение. У нее не оказалось лишних денег, и в результате таможенные чиновники порешили отправить ее назад в Петербург. А это около 18 часов езды в вагоне, в котором в Англии не стали бы перевозить даже быков. Случай этот дал обильную пищу для шуток господ чиновников. Они то и дело заглядывали в комнату для приезжих, где, забившись в угол, сидел неудачник, и, оглядев его, многозначительно выходили, посмеиваясь. Задор сошел с его лица, а его место заняла угрюмая безучастность, выражение, которое можно встретить у побитой собаки. Экзекуция кончена, и она смиренно лежит, устремив свой взор в пространство, по-видимому, не думая ни о чем. Русский рабочий не читает газет, он не имеет своего клуба, однако ему все известно. На берегу Невы в Петербурге существует тюрьма. Говорят, что теперь подобные вещи уже упразднены, но, по крайней мере, еще недавно внутри этой крепости, ниже уровня льда, была маленькая келья, и заключенные, которых помещали туда, через два дня после своего помещения пропадали бесследно. Их участь делалась известной разве что рыбам в Балтийском море. О подобных вещах идет слух среди народа, о них толкуют извозчики, греясь вокруг костров полевые рабочие, отправляясь и возвращаясь с работы в серые сумерки. Говорят, фабричные рабочие, перешептывание их замирает в грохоте станков. Несколько лет тому назад, будучи в Брюсселе, я разыскивал себе помещение. Меня послали в одну маленькую улицу, выходящую из проспекта Луизы. Указанный домик был бедно омебелирован, но полон картин. Большие и маленькие, они покрывали стены каждой комнаты. Эти картины, сказала мне хозяйка, старая угрюмая женщина, я не могу оставить вам, я возьму их с собой в Лондон. Картины эти – работа моего мужа. Он устраивает выставку их. Лицо, пославшее меня в этот дом, сказала мне, что женщина вдова, добывающая себе пропитание в течение 10 лет в качестве содержательницы гостиницы. Подождите, значит, вы вышли замуж второй раз, спросил я ее. Женщина улыбнулась. Ничего подобного. Я вышел замуж 18 лет тому назад в России. И через несколько дней после нашей свадьбы мой муж был сослан в Сибирь. И с тех пор я не видал его ни разу. Я бы, конечно, последовала за ним, прибавила она. Если бы каждый год у нас не зарождалась надежда, что его освободят. Ну, теперь-то он свободен, спросил я. Да, его освободили на прошлой неделе. Мы съедемся с ним в Лондоне, где получим возможность докончить наш медовый месяц. Она улыбнулась, дав мне понять, что и она когда-то была молода. Вот на этой радостной ноте я закончу чтение очередной части эссе «Джером и Джером». Осталось совсем немного, буквально пару страниц о России. И опять же с удовольствием передаю слово вот этим чудесным ребятам трио Олега Бутмана. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 I know we both want to save the world. Субтитры создавал DimaTorzok Игорь Негода Игорь Негода Субтитры создавал DimaTorzok Игорь Негода Игорь Негода